Каким ты видишь будущее биткоина в долгосрочной и короткосрочной перспективе? Да ёб твою мать, Чарльз. Сотни тысяч долларов за биткоин. Правительство США просто погрязло в долгах. Вот как я думаю о цене биткоина. Цена биткоина равна технологиям плюс фиатной ликвидности. И она будет расти, потому что это инновационная технология и лучшие деньги. Но то, что его реально раскачает к чертям собачим, это долг нашего правительства в десятки триллионов долларов, которые они пролонгируют, вынаждая себя печатать бабло, так что финансовые активы будут расти, так что биток вырастет ещё больше, так как его сложнее всего сделать больше. Чувак, это всё, нас ждёт Тузимун. Слушай, это интересно, ведь речь идёт не только о США. Я сегодня читал, что глобально эти страны, так сказать, передовые нации, со всеми этими фиатными валютами, собираются потратить 2 триллиона долларов только лишь на проценты. И они не собираются останавливать траты, они не собираются остановиться. Они начинают буквально охоту, так что люди, возможно, поймут, что фиатная валюта — это не то, что нужно, а? Чарльз, вот мой месседж американцам. Дай мне секунду. Ребята, американскому правительству нужно 10 триллионов долларов на два следующих года, чтобы пролонгировать рефинансирование текущего долга. Наша страна в долгах — это огромная проблема. У нас есть три варианта. Первый — это выплата. Это нереально, у нас нет денег, и нам пизда. Второй. Наше правительство выходит, Чарльз, и говорит нам, «Знать чё, ребят, мы наеблялись. После Второй мировой мы изменили то, как работают деньги, мы ушли из золотого стандарта, мы раскидали повсеместно долги, и что-то мы перегнули». И на самом-то деле в банках нет ваших денег, и они не платёжеспособны. А у вавиакомпании, к которым вы летаете отдыхать дело, на самом деле идут не так, как должны идти. На самом деле здравоохранение не должно быть бесплатным. Мы настолько облажались, погрязнув в долгах, что поимели будущее поколение. У нас всё очень плохо. Так что мы вынуждены всё запороть и перезапустить эту страну. Но они не сделают это, Чарльз. У них есть третий вариант. И он исключительный для правительства. Они могут допечатать недостающие деньги. И когда они эти деньги печатают, они обкрадывают всех людей, у которых есть доллары. И им не остаётся ничего другого, как брать и печатать эти деньги. А для нас единственное спасение — это держать не доллары. И вот почему мы с вами наблюдаем, как S&P 500, золото и биткоин взлетают. И вот что и произойдёт в будущие несколько лет. Они напечатают в три раза больше, чем во время ковида. Джек, я люблю твой энтузиазм, но должен спустить тебя на землю. Мы обожаем твой энтузиазм и твой месседж. Большое спасибо, что поделился мыслями. Чао. Давай, дружище. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok